Новый информационный материал, карманный календарь, на котором указано, что дети до 7 лет никогда не должны гулять без сопровождения взрослых. Кому не исполнилось 14, должны быть дома в 9 вечера, а юноши и девушки до 18 лет, не позже 22.00. Это памятка для родителей с пометкой, что именно они несут ответственность за соблюдение краевого закона 1539. Для школьников закладка с линейкой и телефонами доверия различных служб, в том числе психологов. За месяц специалисты муниципального управления по делам молодежи распространяют порядка 3,5 тысяч экземпляров различных памяток. Просто на улице, на досках объявлений, в учебных заведениях. Вечером по улицам ходит специальный молодежный патруль, дополняющий регулярные патрули. Это взрослые ребята, старше 20 лет, кто-то учится, кто-то уже закончил учебное заведение, которые считают своей задачей не обязательно поймать подростка, посмотреть, чтобы такой подросток не испортил себе жизнь какой-нибудь ерундой. Где-то подрался, выпил просто там на улице, его забрала полиция. Своеобразные опорные пункты, клубы по месту жительства. Сегодня в муниципалитете их 42. Дважды в месяц педагоги кому-то рассказывают, а кому-то напоминают о простых правилах, которые помогут в том числе сохранить здоровье, а то и жизнь. Это могут быть и конкурсы рисунков, это могут быть и конкурсы стихотворений, это могут быть и информационные профилактические беседы тематические, информационные профилактические акции. То есть форм на самом деле достаточно большого количества. Специалисты отмечают, что анапские подростки в большинстве своем знают про закон. С окончанием высокого сезона работы у волонтеров и патрулей не так много. Задача, чтобы те, кто подрос и почувствовал себя самостоятельным, понимали, что их новый статус в обществе означает еще и определенные обязательства. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.